Ремонт улицы Санфировой протяженностью чуть более одного километра начали в ночь на 2 августа. Самарские объекты дорожной инфраструктуры, названные в честь Героев Советского Союза, приводят в порядок в рамках подготовки к 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Необходимые меры принимаются заблаговременно. В профильном департаменте сообщили, что получали обращение горожан относительно неудовлетворительного состояния улицы Санфировой. Местные жители рассказали, что зимой и весной был поддерживающий ремонт, аварийно-ямочный. На какое-то время этого хватало, но потом из-за скопления воды на проезжей части снова требовалась помощь дорожных служб. Ямы были, особенно вот тут на перекрестке, прям очень глубокие ямы. Приходилось на тротуар заезжать, чтобы объехать. Для следующего поворота налево такая ситуация была, дальше нормально. Участок был включен в дополнительной перечне объектов, которые обновят за счет добавочного финансирования, выделенного на реализацию нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». В рамках текущего ремонта автодорогу отремонтируют методом больших карт на всю ширину проезжей части. Комфортным и безопасным будет подъезд не только к жилым домам. Отметим, что дорога по улице Санфировой ведет к поликлинике, другим клиникам и медцентрам, офисным зданиям, бизнес-центру и ряду производственных предприятий, а также к учебным заведениям, в том числе к Самарскому колледжу сервиса производственного оборудования имени Героя Российской Федерации Золотухина. Сейчас идет фрезерование старого дорожного покрытия. На производство этого вида работ отвели две ночные смены. Площадь ремонта – порядка 9300 квадратных метров. У меня тут специальные датчики, они вот ровняют. Они еще помощники мои. Он сенсорный. И впереди еще один стоит. Вот они ловят. И она идет ровно и как бы ровняет. После фрезерования на дороге не будет ямы изношенного полотна. Производственный график будет увязан с работами ресурсоснабжающих организаций, которые должны привести в порядок свои сети. К тому же дорога узкая, рабочим приходится трудиться в стесненных условиях. Зеленые насаждения, которые необходимо бережно сохранить, создают дополнительные трудности. При необходимости там, где деревья особенно разрослись и будут мешать работам, планируется выполнить санитарную опиловку. Трудности они всегда возникают у нас при производстве работы, такие, как стоянок личного транспорта, автомобилей на дороге. Приходится искать собственников, двигать как-то машины, уговаривать людей, чтобы убрали машины перед ремонтом. Наличие более 50 люков, смотровых и дождеприемных колодцев тоже усложняет выполнение задач. В дальнейшем специалисты выполнят работы по поднятию люков подземных коммуникаций на проектную отметку. Также подрядчик заменит крышки люков на современные антивандальные и антишумовые. Помимо этого, до устройства нового покрытия проезжей части предстоит установить новые бордюры – более 700 погонных метров. На локациях, где не был предусмотрен борт, кромку дороги укрепят асфальтобетонным гранулятом. Кроме того, в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» на улице Сан-Фировой от Блюхера до Московского шоссе работами охватят выходы на пешеходные переходы. Они будут отвечать современным требованиям безопасности и комфорта, в том числе для маломобильного населения. Предусмотрено обустройство в формате пандусов. Для этого специально будет понижен бортовой камень. Специалисты рассчитывают, что на все эти работы уйдет не менее двух недель. После чего можно будет заниматься укладкой асфальтобетона по основному ходу. К отдельным локациям проявят повышенное внимание. Будет выполнен ремонт основания на перекрестке с Карлом Марксом. Там яма, постоянная яма. Я сам здесь езжу, знаю, что она здесь есть. Стараемся устранить данную проблему. В процессе ремонта приведут в порядок и парковочные карманы. Такие меры несут не только практическую ценность, но и обеспечивают безопасность движения как автомобилистам, так и пешеходам. Светлана Кудрявцева, Августина Охременко, Константин Головин. События.